все очень просто берем супер клей наждачную бумагу для грубой обработки и наждачку помельче приклеиваем все это делаем на клапана соответственно ножничками все обстригаем лишнее клапан вставляем свое родное место и сверху шуруповертом ну или дрели у кого что есть крутим до нужной глубины просечки это самое не просечки как называется цыковка которая в поршни вот примерно начать на впускных клапанах примерно 12 миллиметров ширина но я потом покажу конкретно на теленде пулесос для удаления абразива ну и собственно вот так делаются проточки цыковки шуруповерт элементарно притирки выглядит так шуруповертам вернее какой притирки проточки цыковок шуруповерт непосредственно клапан одевается с спускными клапанами посложнее там приходится через стулочку резиновую работать здесь колодцы сычные мешают так ну что смотрим что получилось а получилось у нас красота вот они про точечки все остальные я уже про это сама проточил и все проверил значит на прокрутил распредвал иначе все клапана попадают строго свои канавки все собственно ничего сложного нету просто один товарищ на драйв туру каким-то значит этим самым инструментом пилю канавку допилил аж до кольца и значит все все череводы по этот подумали что невозможно пропилить то есть вел все заблуждения украинцев и россиян владельцев черевели и черри бонусов но это оказывается все очень просто тут ничего никуда не пропиливается аккуратно все все цыковочки аккуратненькие получились делаем только сборочку ну все кончил не кончил да да я дотачиваю просто одну одна задевала вот так вот выглядят проточки вот только что снял головку это грубая обработка грубой шкуркой медленькая мелкая шкурка вот так будет красиво то есть вот это расстояние 12 миллиметров ну то есть 12 миллиметров и надо ее столько же сделать на остальных проточках что интересно что заводские цыковки они сделаны как бы клапан чуть дальше заходит в поршень то есть отливка она не точная вот значит нарезать цыковки надо без крышки вы вернее без прокладки это уж поверьте моему опыту так будет самое точное плюс прокладка там сколько там миллиметр может меньше нет меньше конечно но все потом посмотрим проверочную проходим прокрутим все клапаны посмотрим что получилось все я делал финишную проверку значит у меня все клапана свободно проходят единственное что вот эти вот две у меня задевали я их еще дотачивал сейчас покажу как сделать проверку то есть кладем прокладочку что проверяем ставим коромысла затягиваем и прокручиваем смотрим свободно все клапаны таким образом защищены от встречи с поршнем